Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Отгремели новогодние рождественские праздники, еще пока не все, но тем не менее основные уже прошли. И многие люди, вот это то же состояние, как после отпуска, сложно выходить на работу. Об этом пишут в соцсетях, это уже в такой тренд превратилось, что как адаптироваться к рабочей среде, как войти снова в эту колею и в рабочий ритм. Мы не можем сконцентрироваться на работе. Что происходит? Почему люди вообще об этом говорят? Почему такого не было раньше? Сегодня поговорим об этом с психологом. У нас в студии Валерия Киреева, клинический психолог. Добрый вечер! Добрый вечер! Валерия, а вообще к врачу обращаются люди с таким вопросом? Мы же немного поговорили за кадром, потому что как таковой такой проблемы, мне сложно адаптироваться к работе, нет. Вероятнее всего возникают проблемы, что я выхожу на работу и я уже начинаю чувствовать, что возможно это не та работа, которую я хочу. То есть какое-то осознание происходит в период, когда ты выключаешься из белочьего колеса? В том числе такое тоже бывает, да. Интересно, напишите, кстати, нам какие-нибудь комментарии во ВКонтакте или на ТВК, как вы вообще с этим справляетесь. И может быть, наверное, какие-то есть советы на эту тему, потому что, ну, все-таки достаточно сложно некоторым людям, во-первых, рассказать об этом честно и без прикрас. Ну и еще один момент, который всех, наверное, волнует, это то, что очень много стало вот такого контента в социальных сетях. И люди, конечно же, делятся другие, реагируют, и это становится, ну, вот таким поводом для общения. Скажите, Валерия, а вот это группы нытиков образовались, которые разбирают каждое свое ощущение, каждый день выписывают в соцсети, а я сегодня, а что-то встал, у меня не так. Это тоже какая-то, это тоже что-то не так с нами, да? Да. Слушайте, с нами все в порядке, мы просто имеем сейчас возможность делиться тем, что с нами происходит, и это как будто бы такой тренд социальный. Говорить о том, что мы чувствуем, говорить о своих переживаниях. И сейчас, ну, мы чувствуем некоторый дискомфорт, мы вот две недели ели салаты, спали долго, а сейчас нам как-то не очень ловко вставать, там, не знаю, в 6 утра или в 5 утра, идти на работу. Поэтому мы имеем вот такой повод для переживаний, и им делимся. То есть это исключительно наша эра социальных сетей. Это потому что вообще мало про что поговорить, да? Потому что, вот смотрите, сейчас все новости читают, да, и мы встретились, уже все все знаем. Ну, ну, можем обсудить, но по факту мы все все знаем, все все уже прочитали, о чем говорить. И как будто бы за наши новогодние каникулы не очень много инфоповодов, которыми мы можем поделиться. То есть мы все делали примерно одно и то же, мы все ходили в одни и те же места, смотрели те же фильмы, и мы буквально бездельничали. И тогда у нас очень мало тем, которыми мы можем поделиться с друг дружкой. Поэтому вот есть классная наболевшая тема, как нам сложно сейчас адаптироваться. Ну, действительно же, вот ты ничего не делала, потом нужно на работе работать. Есть какие-то способы, я не знаю, какие-то упражнения, может быть, как влиться в рабочий процесс? Как стать таким бодрым, веселым, каким ты был, ну, какое-то время до? Ну, как будто бы нам надо сделать три подхода по специальным упражнениям, и тогда мы сможем вернуться к нашей рутине рабочей. Но таких упражнений, к сожалению, нет. Так бы мы все их сделали и уже давно не ныли бы в социальных сетях. Поэтому здесь бы я рекомендовала постепенно. Помните, как мы адаптируем детей, допустим, к детскому саду? Что мы делаем? Мы постепенно, ну, сначала сводили их на три часа. Я понимаю, что нам, к сожалению, мы не имеем возможности сводить себя на три часа на работу. Сейчас мои коллеги там все заулыбались, я думаю. Но при этом можно хотя бы в самом начале своей рабочей недели не нагружать себя самыми сложными задачами, если у нас есть такая возможность. И, возможно, дать себе время на эту адаптацию. То есть для кого-то хватит нескольких дней, для кого-то это несколько недель. Ну, смотрите, вот эта тема отпуск после отпуска, ну, после летних длинных отпусков очень популярна. Отпуск после отпуска. Это вообще, это блажь какая-то? Смотрите, у нас было две адаптации. Ну, сейчас происходит вторая. Первая адаптация, когда мы ушли на каникулы. Это же такое же изменение среды, такая же адаптация. Нам было порой сложно, ну, возможно, адаптироваться к каникулам гораздо легче, но для организма такой же стресс. И сейчас происходит вторая. Нам приходится возвращаться в рутину. И здесь я бы порекомендовала бы начать с каких-то привычных своих занятий. Ну, то, что нам... Помните, новогоднее настроение создается чем? Музыкой, мандаринами, елкой новогодней. Также и здесь наша рабочая рутина создается определенными ритуалами. Можно возвращаться в том числе к ним. Допустим, я встаю утром и проверяю рабочую почту, отвечаю всем, кто написал мне в течение вчерашнего дня. А вот вообще, ну, люди же сами несут ответственность за свое настроение. Ну, так по большому счету. Можно же себе распланировать, что я вот так вот поехал. А то у нас бывает, поехал куда-то в южную страну, еще с какой-нибудь часовой разницей, а потом приехал и сразу на работу. И потом человек там, не знаю, заболел. Начинается, ну, потому что вот эта вот перестройка. Ну, можно же себе, да, как планировать? А сколько надо дней себе давать, чтобы немножко переключиться вот в реальность, которая здесь? Возможно, если в самом идеальном формате, несколько дней после отпуска давать себе в городе провести еще без работы. Но, к сожалению, мы не все имеем такую возможность. Порой мы ставим отпуск прямо на следующий день, мы бежим утром на работу. Поэтому хотя бы снизить нагрузку в эти первые дни. Возможно, чуть меньше работать, чуть легче проекты, там, не самые сложные задачи, дробить их на маленькие части. То есть дать себе время привыкнуть к этой, той прежней, ну, достаточно объемной нагрузке. А вам не кажется, что мы стали каким-то изнеженным поколением, потому что, ну, вообще, раньше не говорили вообще про такие вещи? Да что за ужас! Отпуск после отпуска, как мне адаптироваться? Это какая-то вообще, ну, такая история надуманная или нет? Слушайте, мы были абсолютно теми же людьми, просто мы стали об этом говорить. Если мы об этом раньше не говорили, это не значит, что этого не было. Что нам было очень просто после отпуска идти на работу. Слушайте, всем сложно, там, джетлаг, изменение часовых поясов. Возможно, мы спали до 10 в каникул, а теперь встаем в 6 утра. Сложно было всем. Просто мы сейчас об этом говорим. И определенно модно, и, ну, даже социально одобряемо об этом говорить. Поэтому сейчас мы просто имеем такой повод. Ну, также тоже хорошо. Пришел коллега, например, приехал откуда-то, да, и принес вот это все. Пришел весь загорелый и принес вот это, вот эту часть солнца и какого-то другого настроения на свою работу. Да. Это же тоже хорошо. В том числе. Мне кажется, это даже работодатели должны это учитывать и как-то строить вот такой график. Ну, там, где это возможно. Если ты там, например, не спасатель на пожарной машине, ну, и можешь где-то в офисе, может быть, можно так сделать. Вы имеете в виду отдыхать? Нет, ну, вот такой корпоративный подход, чтобы... Мне кажется, это же и на эффективности скажется. В том числе. Я очень... Такой мне нравится эффект отпусков или каких-то каникул тем, что когда мы уходим из определенной рутины, мы в нее возвращаемся, мы начинаем ее ценить. Допустим, мы когда просыпались очень рано, вот люблю пример с ранним пробуждением, на каникулах что мы делаем первые дни? Мы думаем, боже мой, как обалденно спать, нежиться в постели. Проходит 10 дней, мы ценим настолько эти 10 часов сна. Ну, не особо. И тогда же, когда мы возвращаемся обратно на работу, мы начинаем ценить себя, ну, возможно, такого эффективного или такого многозадачного. Хотя в декабре мы думали, боже мой, уберите от меня работу, пожалуйста. А с чем, вот сейчас мы, изнеженное поколение, с чем приходят чаще всего, обращаются к психологам, когда обращаются? Потому что психологов много, вроде бы это стало как-то даже модным, но многие люди все равно не доверяют. Вот с чем идут? Слушайте, проблем много. Это и от тревоги, тревоги, повышенного беспокойства, депрессии, то есть некоторой апатии, подавленности, плохого настроения, такого длинного плохого настроения, и разных проблем в отношениях между людьми. Есть волшебная таблетка? Ну, хотя бы от отпускной, вот это, от сплина такого. Слушайте, волшебных таблеток нигде нет, к сожалению. Если бы они были, мы бы выдавали бы, никто бы не испытывал эти трудности в адаптации, не обсуждал бы даже их. Соцсети, в которых мы ноем, что вот сегодня встал и плохо, там вид из окна не тот или еще что-нибудь, там сегодня снег, а завтра ветер. Это дает, кстати, какой эффект? Вот это положительный эффект, что ты раз и обнажился такой перед всеми, или это эффект такого снежного кома имеет, там еще все такие же начинают писать в комментарии, ой да, ой да, а потом кто-нибудь найдется, плюнет на все это, и тебе там в комментариях и скажет, что тут ноет, ну или что-то еще. Какой эффект от этого? И какие люди, вот не все же так делают, но есть определенная категория людей, которым просто необходимо, что им ответили, чтобы оценили, потому что их страдания, это вообще не то, что у всех, и вот это повод написать. Ну то есть смотрите, мы порой это действительно делаем, чтобы получить поддержку, порой это просто некоторый наш фокус внимания, мы акцентируем внимание на только каких-то негативных или плохих вещах и бесконечно продуцируем эту информацию. И здесь бы мы говорим о том, что если я этим делюсь, с моими переживаниями, то ничего не происходит, они остаются прежними, мне все равно по-прежнему не нравится что-то в мире. Ну а потом увидел, что кому-то еще хуже, так и радовался. Я будто бы порадовался. Слушайте, а радости в моей жизни я от этого больше точно не стала, поэтому я бы рекомендовала все-таки фокусироваться в том числе на том, что нам нравится. Но так устроен наш мозг, мы всегда замечаем, что не так. Мы всегда фокусируем на этом внимание. Вот сейчас я пишу цели и задачи, я предлагаю, сейчас мы новый способ тут изобрели, значит, вот сейчас напишите, что вам нравится в вашей работе, а что не нравится, и усиливаете, да, эти моменты, которые нравятся. Если есть такая возможность, это было бы здорово, да. Ну вот сложно, наверное, многим сложно будет такое выбрать, но если, мне кажется, написать, то можно обнаружить, что вот тех моментов, которые радуют, их больше. Либо хотя бы они есть, их достаточно много, это уже важно. Ну что ж, самый главный совет, вот сейчас зимой, когда мало солнца, это тоже какое-то усугубляет, какое-то депрессивное состояние, такое чувство подавленности вызывает. Что делать? Слушайте, ну вот банальный совет, от которого мы как раз, вот тот вывод, к которому мы пришли, мы можем попробовать фокусироваться на том, что нам нравится. Ну буквально маленький список этих радостей. В течение каждого дня они у нас есть. Допустим, вышли на улицу, и есть классный снег, который идет, или вот мороз, который, звук этого скрипа снега, и мы можем эту секунду поймать в течение дня и зафиксировать, что здесь было вроде как приятно. Сделайте это без соцсетей, пожалуйста. Ну что, спасибо большое. Валерия Киреева, клинический психолог, была сегодня в гости программы «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова